Брат, 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 привет, брат! Ну как выходные твои прошли? Живой? Водички принести? Ладно, не вставай. Лучше слушай. Во-первых, жми лойс, это в обмен на воду. Во-вторых, смотри в оба, сейчас такое будет! Лучшая ночь в твоей жизни, которая прошла без тебя. Но это никак не связано. Пять матчей, разбросанных с 10 вечера до 5 утра. Чтоб не тратить 10 часов, я тебе расскажу за несколько минут сказку о лучшей игре с мячом. Это Алексей Лугунов. Можешь уже писать гадости в комментарии. А я зачитаю. Начинаем! Индианаполи! С в отрядных играющих команд перетело человека так на 40. Беснари, Затернера, МакКоннелла и еще 37 медведей. Уверен, на скамейке гризли зачастую повеселее, чем на самом паркете, правда? Лидером медведя был Джаран Джексон, которого Дженкинс наградил задачей таскать мяч самому, так как доверие мало кому испытывает. А играть-то надо. Ровно первая четверть с космическим темпом, но невеликой результативностью. Отметим Гонедикта Матурина, который если бы не вышел, то медведи бы убежали вперед. Во втором игровом отрезке команды наконец-то поправили дружно руки и стали забивать трехи. Темпы ни за что не сбавился, если бы не фолы. Подключение Спайси Пи в игру в нападении и первая половина, закончив со скромным 53-51 в пользу гостей. Индиана так мало способна забивать вообще? Вроде половину бросков забили в таком темпе, а забросили лишь полтинник. Пейсерс на своем паркете расстроили Филу и Феникс и очень хотелось бы иметь третью победу дома подряд. Поэтому и вышли заряженными на вторую половину. 41 заброшенное очко, выигранный щит. Выполнили аж 29 бросков за четверть, когда медведи лишь с 14 бросками и единственной трехой среди них. Мишки не уходили с улицы штрафной, но это не помогло им. Пришлось стартовать в четвертой с минус 10. Пейсерс играли в самый командный баскет, который можно себе представить. 5 игроков набрали 16 более очков. Матурин забил 24 очка, собрал 7 отскоков со скамейки, которые у Индианы считаются лучшей в лиге по набору очков. Гризис подбирались на расстояние вытянутой ладони, но в момент Х не могли забить. Джексон записал в свой счет 25 очков, а найденный бриллиант Уинс Уильямс 20 еще добавил, которых было маловато. Пейсерс. Третья победа к ряду. Впереди Бостон на Тиди Гардене, который жаждет поквитаться за обиду во внутрисезонном турнире. 116-110. Победа, Пейсерс. Друзья, ну и спешу вам напомнить, что спонсором данного выпуска стал баскетбольный магазин футбаскет.ру. Все виды джерси, от ретро до нынешних, кроссовки, шапки и другие аксессуары, все это вас ждет по ссылке в описании. Есть телеграм-канал, есть сайт, ну а самое главное, скидка 300 рублей по промокоду NBA24. Заходи и оформляй покупки. Дерзай! Поднимите все свои ручки за Детройт! Мечиган встречает молодую банду Майка Дэнио. Шей, Гилджис и Александр пожаловали в город Моторов, который продолжает отстраивать команду мечты. Тандр начали возиться с мячом ожидаемо уверенно. Канадский плейбой занимался своими делами, а Чет Холмгрен своими. Забивали, подбирали, заигрывали всех, кто отступал на паркет в любимой джерси Сергея Хомякова. По второй четверти Аклахома осталась прежней, но лишь в атакующей фазе. Че по защите? Возвращайтесь домой! Детройт знает, что у них трехочковая конструкция довольно ржавая. Поэтому они просто перебегали самих Тандр. Летели в отрывы, подбирали после промахов, добавляли и сколотили 46 очков за четверть. Против топ-4 обороны лиги, между прочим. Чудеса высокого темпа? Будем знакомы. Тандр попросту не успевали за хозяевами и уходили в раздевалку при минус 9. Но, зная Детройт, там можно было хату грузить на Тандр, и это была бы плюсовая. Только на эти слова улыбнулся бы Джейлен Дюрен, который выдал один из лучших матчей в карьере. 22 очка, 21 подбор, 6 передач, лидер во всех показателях, приятнейший процент попаданий, не перепалился страхуя своих тиммейтов. Мужчина растет, следите за ним! Аклахома ужасно же бросала издали и еще хуже ставила спину. Как вы догадались, слушайте двадцатки от Дюрена. Тандр в целом в этом сезоне сталкивается периодически лишь с двумя проблемами. Это перебор фаллов, которого в этот раз не было, и ужасные боксауты. Неудивительно, почему они интересуются габаритными парнями на рынке. Ждем от них активности и расставания с их точеными пиками. Прести, сделай уже что-нибудь. Пистонс провели ровный домашний матч, не упираясь в то, чего делать они попросту не умеют. Хорошо находили броски, работали на щитах и бегали. Бегали, бегали, бегали. Шестая победа для Пистонс и куча паломменных экспрессов для простых работяг. 120-104. Солнечного в Флориде. Даже в январе. А все почему? Потому что солнце привезли из Аризоны в Киа-центр. Феникс начал за здравие и вообще одним из худших был на паркете KD, который просто чилил и ползал по этому паркету. Пока Ди Бук с оруженосцами создавали плюс 11. Но что-то надломилось у Санс. Им правда нужна скамейка. Майлз Бриджес, ау, мы тебя ждем. Санс отдали все последующие четверти, при условии, что Букер набирал 44 очка с адекватным процентом попадания 65. Что ему еще нужно сделать? Мяч не терять. Вот что. Иди пам своим передать. 22 потери, что вылилось 21 очко набранных с потерь для Мэджик. Орландо по игре бросали гораздо хуже Санс. Но они совершили в три раза меньше потерь. Банкера набрал 26, Вагнер старший добавил дабл-дабл со скамейки 16 плюс 12. На 20 попыток сыграть больше для Орландо. Ага. И да, мы знаем, что Санс не команда с большим количеством трешек. Но камон, 14 бросков за игру. Что прям совсем было лень руки напрягать. 113-98. Мэджик играли плохо. Но Санс были хуже. Прямые конкуренты забили стрелку в Джорджии. Ястребы и ревтили встречались в третий раз в сезоне. И впервые в цыганском поселке Янг. Кстати, напишите, кто больше достоин попадания в стартовый состав АСГ. Лилард, Брансон, Мэкси или Янг? Тариза трогать не будем, он там за дело. Вернулся Янг, а значит и вернулась в пользу от швейцарского банка Клинда Капеллы. 10 плюс 5 за 6 минут. Сам же Трей, как нередко бывает, молчит поначалу. Рапторс лучше бросали трехи, а в баскетбол лучше играли Хоукс. Но эта установка не распространяется на вторую четверть. Там все поменялось. За половину Апланта дала 2 из 14 из трехи. И как только появлялась скамейка, так сразу все падало. Да, у Хоукс не было Мюрре и Хантера. Но и у канадцев не хватало Бэра такой клей Пелка. Бойцы отдохнули, вышли носиться в сумасшедшем темпе. Апланта уже не зависела от трешек, так как в защите у Торонто была неразбериха. И они сфалили 11 раз за четверть. 40 очков от Джорджии. И наконец малыш Айстрей заговорил на понятном языке фактов. Ассисты оставьте себе. Команда нуждается в очке. 30 очков, 12 ассистов для вечно молодого. Сегодня 51 раз сфалили и выполнили 72 штрафных команды. Ну что это? Сдали в Бог Ди Бэй, оформил Балтос на двоих. А единственный, кто не оформил дабл-дабл в старте Хоукс, это Богданович. Концовка встречи была потной до самых пяток. Янг выводит свою команду вперед своим сигнатурным броском. Затем сам же, по основному из последних владений, теряет мяч в пятый раз за встречу и дарит преимущество сопернику. Берет на себя последнее владение, бросает, мажет, но герой встречи садик Бэй поправляет молодого. За такое время адекватной попыткой ответить соорудить было невозможно. 126-125. Победа Хоукс. Личья Туса в Орегоне для парней Билли Доновна. Приехали без бас-гитариста Пэта Уильямса в составе и того, кто там играет на треугольнике. Как его зовут? Короче, триангл боя за Аколовином. Быки слегка увереннее стартовали, но к концу первого отрезка команды выровнялись. Во второй четверти быки бросали также лучше соперника. И, наконец, это стало отражаться и на счете. Но недооценивать Рейл Блэйзерс у них дома вряд ли стоило. Практически всю разницу хозяева нивелировали в третьей четверти. Джереми Грант и Диандре Эйтел вдвоем перебросали Булз и в четвертой стартовали почти при равных. Портленд имел любопытный лимит реализовывать с не более двух дальних бросков за четверть. И с этим лимитом залез в плотную концовку, из которой их вынес вперед ногами собственноручно и собственно нужно Де Марио Де Роуз. 20 очков у лидера Булз, 12 из которых он набрал в четвертой. Портленд неплохо бегал, бросал ужасно и нуждался в помощи со скамьи. Не докричались. 104-96. Ты еще здесь? Хотел сказать спасибо, что смотришь. Правда. От лица всего проекта All About NBA благодарим тебя, друг. Твои комментарии, лайки, топливо в этих джунглях алгоритмов Ютуба. Если бы не ты, мы бы рассылали эти видео в WhatsApp родственникам. Январь заканчивается, а вторая половина сезона в самом разгаре. Завтра 12 поединков, 8 из которых мы покажем у нас дома ВКонтакте, на сайте и еще немного в Телеграме. Ссылочки есть в описании. Хорошей рабочей или учебной недели, ковбой. Услышимся завтра. Пам-пам.